приветос амигос очень скоро уже наверное уже совсем скоро скоро выйдет нфс . на пика я думаю что многие ее ждут и намерены потратить энное количество своих замечательных денег на покупку этой игры а я в очередной раз решил сделать видео которое сохранить ваши деться призвана сохранить ваши деньги в целости дайте лишние эти лишние полторы тысячи рублей наверное которые игра будет стоить и показать в очередной раз вещи которые мне не очень понравились в этой игре но я я известный нытик я всегда ною мне всегда что-то не нравится поэтому я очень редко что-то хвалю но когда хвалюту это сто процентов что-то очень достойно вот знаю что во первых что что расстроило во первых в первейших во-первых очень мало машин в гараже вот эту бесплатную надо продать чтобы чтобы пока что вы просто попытаться что-то купить на сначала что-то продать дальше купить что-то не нужно оправить ну что что место в гараже очень мало вот вы можете иметь одновременно 5 машин Сейчас с обновлением сделали такую фичу, что можно куда-то в виртуальное хранилище спихивать свои машины. Ну, это же, блядь, естественно, проще сделать в виртуальное хранилище, чем ввести возможность купить себе блядский гараж побольше. Потому что, ну, серьезно. В этой игре очень много машин начального ценового сегмента. Кстати, насколько я помню, в предыдущем видео у меня не удавался дрифт сказать, что надо машину настроить. Но вот эти машины, которые бесплатно продаются, они не настраиваются на дрифт. Они либо заранее под него заточены, либо нет. Вот такая вот печаль. Возможно, поэтому мне дрифт и не удавался. Ну, так вот о машинах. Вот здесь много машин начального сегмента, которые никому нахрен не нужны, да, которые можно покупать после каждой третьей гонки. Вот первая моя машина, которую я вообще купил в этой игре, да, ну, вот эту Бэху мне дали в подарок. Вот это все я уже не покупал. Вот это в этом патче ввели. Не было таких тачек. Значит, это я... Ничего из этого у меня не было, по-моему. Ничего такого я не покупал. Во-первых, машина, которая вам дает в начале игры, она уже лучше, чем половина из того, что здесь продают в начале. Не знаю, для кого это все нужно. То есть первую тачку я купил за 60, по-моему, косарей. И это был... Вайпер, по-моему. А, Порш. Вот это Порш первое, что я купил себе. Вообще, то есть, вот смотрите, да, сколько машин в начале я промотал. Бесполезных и ненужных. Потом я купил себе Вайпер. После этого уже я купил Феррари. Вот это редкое говно для геев. Потом я купил себе Ламборджини Уракан. И уже потом Авентадор. Все. И из топовых машин осталось только вот это. Она лучше, типа, чем мой Авентадор. Но по статам она хуже. Удивительно. Почему? Потому что здесь машины идут парами. Как я понял. Первая идет для гонок. Вторая для дрифта. То есть, вот это Феррари для дрифта. Вот это ввели уже в этом патче. Но увидишь, что автомобиль, блядь, Бэтмена времен, сука, сухого закона в Америке. Да, когда вот Аль Капоне был. Вот тогда вот эта машина там, наверное, ездила. Это пиздец полный. Но я уже вижу по колесам, что эта тачка, скорее всего, для дрифта. Вот у нее мощность. Какую... Или херую знает, короче, насрать. В любом случае, у меня на нее денег нет. Значит, из ужаснейших режимов. Что? Давайте на вот этой тачке поеду. Потому что топовая Ламборджини, которая раскрашена у меня в Бэтмена, она для гонок. Она для дрифта не очень подходит. Значит, во-первых, что не очень удобно, кстати, вот здесь пользоваться этим гаражом, телепортироваться отсюда. Вот надо на старт нажать, выбрать карту, иначе, если вы выберете просто покинуть гараж, вам потом придется включать карту, смотреть еще одну загрузку. Значит, один из самых беспонтовых режимов этой игры, это командный дрифт. Сейчас пытаюсь даже такой найти, это одно из просто чудовищных режимов игры, это видим ноу-хау в этой части. Победит тот, у кого больше счет. Здесь очень трудно изначально отделить командный дрифт от некомандного, а вот командный дрифт трудно. Вот, это был бы очень красивый, наверное, режим, если бы боты были более заскриптованы от игрока, как-то требовалось, не знаю, хоть что-нибудь требовалось, кроме дрифта. Во-первых, ну сейчас вы увидите все сами, боты едут очень медленно, это, блядь, вообще не похоже на командное соревнование, потому что боты друг друга мешают, они друг друга таранят, ебашат по-страшному. А это типа командный дрифт, то есть это по сюжету, это такие, короче, записи видео для интернета, где куча машин едет синхронно по дороге, они синхронно дрифтуют. Вот, это по сюжету. Теперь смотрите, что происходит на деле в этом гениальном режиме. Смотрите, вот они вот так и будут ехать, они будут ехать примерно 80 км в час, а перед поворотом они резко набирают. Ваша задача дрифтовать, набирать очки и ни в коем случае не отрываться от команды, не отставать от основного стада и не отрываться. Но поверьте, что к концу этой гонки, вот эта толпа людей, она растянется настолько, что будет трудно понять, от кого из них именно нельзя отрываться. Видимо, все-таки нельзя отставать от ведущей машины, остальные здесь вообще для галочки. То есть, кто первый, тот и главный. Видите, видите, что первая машина уже начинает отрываться от основного. Вот, они уже друг друга задевают бортами. За то, что вы бьетесь об борта и машины, здесь то снимаются у вас очки, да, набранные, то все равно отдают. Я вот так и не понял. Я помню, что в андерграундах и карбонах, если ты задеваешь стенку, твой счетчик, набранный в одном заносе, он сбрасывается. Здесь нихуя подобного не происходит. То есть, ты можешь набрать какое-то количество очков, немножко задеть стеночку или своего чувака из команды и ничего. Вот, смотрите, что они сделали. Ебылысь нахуй. Командный дрифт, твою мать. И вот здесь вам начинает писать, что вы отстаете от группы, блядь. Это значит, что лидер в очередной раз нашел педаль газа в своей машине и, блядь, и резко рванул вперед. Пользуясь тем, что произошло столкновение и половина группы попала в аварию, причем в такую серьезную. Вот, два поворота мне очки поэтому не засчитывали, да, потому что я отставал от лидера. И вот я догнал, снова начинаю набирать. А конечный счет надо 170 тысяч набрать. И поверьте, это еще не все приколы. Сейчас, 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 вот такие сцены, они, вот они, они догнали, смотрите, вот эти два врезавшихся, да, потому что, видите, да, как они мешают. Потому что это скрипт, как только они начинают отставать, вот опять, смотрите, опять первый оторвался от меня, мне опять поворот... Нет, я успел. Вот, видите, я ударился в стенку и мне ничего не дали. Машина, дело в том, что во время дрифта ведется очень странно. После дрифта вам на несколько секунд такое ощущение, что управление вообще отключают. Вот, она, она вот секунду просто едет прямо. Куда вот она в конце виража повернута, туда на секунду и едет. Не знаю, почему. Вот, но про поводу реализма тут вообще речи как бы не идет. Почему я жаловался на дрифт? Потому что, во-первых, у меня тачка была на дрифт не настроена, это верно. Во-вторых, в этой игре дрифт осуществляется не ручником. Ручник здесь нужен для экстренного поворота, я бы так сказал. Потому что это очень, слишком круто заносит, дрифт прекращается. Вот, дрифт здесь, к нему надо привыкать, если вы в прошлой части не играли. Он здесь осуществляется методом управления газом, задним ходом и нитро. То есть, когда вы подгазовываете нитро, у вас машину все больше заносит. То есть, надо балансировать метод этих управления. Я думал, что просто как в гриде дернул ручник, машину занесло, все, дрифт сделан. Нет, так вы ни хера не на дрифте. Поэтому к дрифту здесь тоже надо привыкнуть. Сами по себе гонки на время здесь вообще неинтересны, да. Обратите внимание, кстати, что на спидометре на моем не бывает даже 200 км в час во время этой гонки. Потому что нельзя отрываться от них. А едут боты очень медленно. Ну, видимо, чтобы игрок от них не отставал. Вообще игра очень простая из-за этого. Потому что все здесь настроено на минимальную какую-то, видимо, сложность по умолчанию. Все гонки выигрываются, ну, с третьего раза точно, даже когда они очень-очень сложные. Но редко попадается такая гонка, где вам там придется повозиться. Вот. Вся суть игры это, естественно, в дрифте, как обычно. Да, вот как на карбоне мир сошел окончательно. Мир NFS окончательно сошел с ума от дрифта. Так, видимо, от части к части этот дрифт и идет. Вот. Хотя вот я скачивал какие-то другие части шестого года и девятого. И там дрифта, по-моему, вообще не было. Но я не знаю. Я в них долго особо не играл. Потому что мне NFS нравились именно вот такие, как Underground, как Carbon более-менее. Но вот эта часть тоже, она, в принципе, из той же линейки. Она тоже неплохая. Главная фишка этой игры это все-таки графика. Вот, смотрите, я нихера не набрал очков. Вот у меня 60, надо 170. Потому что команда просто то отрывалась, то, блядь, хуй пойми, что творилось. Машина для дрифта, кстати, тоже не очень подходит. Насрать. Эту гонку я прошел, когда взял машину, которую подарила группировка Хуниган, которая специально создана для дрифта. Она просто скользит, знаете, как по льду едет. И поэтому я довольно легко и просто прошел эту хрень. То есть вот такие командные дрифт. Это тот режим, где вам нужен только дрифт. Вы берете свою максимально дрифтующую машину. Вот. И почему у меня нет телепорта? Вот. И ни в коем случае просто быстро не едете, иначе от вас... Иначе вы оторветесь или еще что-нибудь такое. Подождите. А, сейчас перейду к самому тупому режиму. Это даже не режим. То есть, это, короче, нарушение, да? Не надо телепортироваться ни к какой гонке. Надо телепортироваться к полицейскому участку, потому что только там. Да, не знаю почему. Но телепорт у меня отсутствует. Возможно, что надо... А, телепортируешься к полицейскому участку, даже телепортироваться нельзя. Вот. Сейчас вырежу загрузку, наверное. Даже не знаю, зачем я сказал про вырезание загрузки. Мог бы это молча сделать. Старею. Вот. Значит, задача. Нарушение. Прорвитесь через два заграждения в погоне и скройтесь. Это всего лишь второе задание, связанное с нарушениями. Все остальные задания я уже... Ну, я практически прошел игру. Вот осталось только спайк, видите? Остальные члены команды уже даже задания-то не дают. Значит... Чтобы полиция выставила заграждение, я даже не знаю, что... Я три раза пробовал пройти эту миссию и ни разу с ней не справился. Потому что, ну, сейчас вы увидите, почему. Потому что погони в этой игре это просто жесть. Смотрите, вот мы агрим полицию. И начинается безумная гонка. Просто безумнейшая. Смотрите, смотрите на спидометр. Смотрите, что... На 180... Нет, на 150 полиция начинает просто от... Отставать. То есть... И я вот постоянно е... Это не потому, что у меня машина такая мощная. Поверьте, что на любой... На любой машине в этой игре, даже когда я только начинал играть, погоня ни разу не длилась больше там секунд сорока. Потому что просто вы берете там на какой-нибудь... На каком-нибудь перекрестке с ручничком вы поворачиваете... Полиция, естественно, такого маневра никогда не вела. Смотрите, повернули. Полиция, блядь, отстала. То есть... Знаете, помните, в первой мафии миссия была начальная скрыться от... От бандитов, да? Там и то они умнее ездили. Здесь полиция просто наглоху отбитая, она тупая. Я не знаю, за что назначают штраф, да? Чтобы быстрее выставили эти сраные заграждения. Я пробовал ломать столбы, вот это все. Но мне за это штраф почему-то не накидывают, да? Я пробовал таранить полицию, за это тоже. Ну, как бы, вроде должны за нарушение, да? Я вот нарушаю. Но штраф нихрена не увеличивается от этого. Вот. Видите, да? Какая погоня. Они даже не пытаются, блядь, вас остановить. А им похуй совершенно. Они вот просто едут за вами с мигалочкой, уже разбитой в хломищу, блядь. И все. Для того, чтобы они вообще поставили заграждение, вы должны крутиться рядом с автострадами. Потому что тупые боты будут мудро пытаться отсечь вас от када, блядь. Вот. Вот. Наконец-то стало два значка. Теперь у вас появился шанс вообще нарваться хотя бы. Нарваться на заграждение. Если вот на этой скорости, да, на черепаше около 100 км в час оптимальная скорость отрыва от полиции. Вот. Если вы будете продолжать вот это вот дрочиво, то рано или поздно они все-таки соизволят поставить заграждение. Вам нужно прорваться через два. Я это выполнял, скажу честно. На это у меня ушло около 10 минут. Я нашел два заграждения. Вот. Примерно при такой же езде прорвался через них, после чего оторвался от полиции. И за мной случайно, я случайно зацепил другого копа, погоня, то есть обнулилась. И снова мне поставили задачу прорваться через два заграждения. Я уже плюнул, короче, и ушел. Потому что, ну, это пиздец, как скучно, да. Вот как вам такие погони? 2015, по-моему, более скучных погонь в Need War Speed не было еще вообще никогда. Я вот не помню, я играл не во все, честно скажу, что последняя часть, которая прошла полностью, была карбон. В остальной части я начинал играть, но мне что-то там настолько не нравилось. Там эти дневные гонки, это уже мало было похоже на Need War Speed. Вот, на тот, который мне нравился, мне. Поэтому я в них не очень-то играл. Но, видите, дальше все происходит. Я просто даже, 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 блядь, если я нажму на педаль посильнее, коп начнет просто нещадно отставать. Ой, блядь. Так и живем, так и ездим. Ездите, вот, коп у вас на спине, на жопе, вернее, висит, светит мигалками. А вы едете и ждете, когда же, блядь, кто-нибудь выставит хоть какое-нибудь ограждение, чтобы вы через него прорвались. Если, как бы, начать отрываться, то я даже не знаю, как, блядь, три вот этих костра погони сделать. Что я должен нарушить? Давайте я, блядь, начну портить машины. Давайте я начну, блядь, в них врезаться. Да, вот действительно, надо врезаться, надо портить тачки. Только тогда, видимо, включится третий режим. То есть, вот это нормально, да, в этой игре, когда твоя машина в дребезге расхерачена обо что-то, да, то есть тебя призывают таранить. В игре, где надо гонять и дрифтовать, вас внезапно просят поездить потаранить тачки. Причем полицейская машина столько не стоит, сколько мне штрафа дали. 3 900. Сколько надо набить, чтобы 4-х звездочная погоня началась, интересно. Давайте я его, блядь, с жопой, может, ударю. О, 4 тысячи, до сих пор нет трех звезд. Господи, в этой полицейской машине, наверное, рыбокоп ездит. Почему она вообще до сих пор на ходу? Не правда ли, не правда ли чертовски по нитфорспидовски происходит геймплей сейчас? Что, блядь, надо сделать? Может, банк надо ограбить, выйти из тачки, чтобы вам подняли рейтинг погони. Вот эти люди, которые, блядь, вообще ничего плохого не сделают. Дачники какие-то идти огребают. Вот, 5 тысяч, да, 5 тысяч набиваем. Начинается третий уровень погони. Давайте посмотрим, что же изменится. Появилась ли третья машина? Нет. Приехал ли вертолет? Нет. В Watch Dogs, блядь, погони интереснее были. А погоня идет уже 4 минуты. Ну что, продолжаю набивать, наверное, себе авторитет среди гангста-драйверов этого района. По-прежнему... По-прежнему ни одного, блядь, заграждения я не вижу. А я должен прорваться через два за одну погоню, за одну. Ну, то есть, нельзя вот, блядь, одно ограждение прорвать и съебаться. Надо вот подождать, пока коп его тоже прорвет. Чтобы вас арестовали, естественно, вас должны остановить, и вы должны какое-то время постоять, причем при этом, не сопротивляясь абсолютно, как я понимаю. Ну, или хотя бы сопротивляясь, но стоять на месте, газовать, там, психовать. Ну, видите, да, что нихуя нет никаких заграждений. Может, надо подождать, пока день наступит, а день здесь не наступает вообще никогда. Опять, опять коп отстал. Я так понимаю, что надо теперь... За каждые две тысячи штрафа, да, начисляют вам рейтинг погони, что я сейчас наберу семь. А, уже перестали за этого копа давать. А, вот, семь. Нет, нихера не дают. Давай, давай наберем. Да, за него, слушайте, такие повреждения я ему ношу, и ничего. Мне это ничего не дает. Зачем-то его занесло. Все. Сломал машину. Чувак, проснись. Wake up, бич. Восемь тысяч штрафа почти. Давайте поедем, блядь, может, на магистральную эту, не знаю. Может, тут повеселее будет. Знаете, мужик тоже. Про пиздон. Проходной про пиздон. Что-то мне отстал хоть, еб твою мить. Мне кажется, что полицейский уже должен был понять, что шансов у него нет. По-прежнему, блядь, ни одного заграждения я не вижу. А погоня уже, ну, почти максимальная, как видите, да, осталось-то единичек, все. И что изменилось-то? Где еще полиция, да? Где? Где что-нибудь-то? На нахуй еще, блядь. Не правда ли весело унижать полицию в этой игре? Американская полиция самая, блядь, беспомощная, видимо, на свете. Где там этот, который там Доминика Торетто ловил? Чего он не приехал на своей гоночной тачке? Смотрите, девять тысяч. Это, Дуэйн Скала Джонсон на своем броневике. Чего еще не прилетел-то сюда, нихуя себе? Уличная банда, блядь, беспредельничает. Так, ну давайте просто, 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 давайте вот 10 тысяч набью, блядь, и просто попытаюсь поехать прямо, может, все интересно впереди. Потому что мне кажется, что в каком-нибудь карбоне в это время уже начинали выстраивать, блядь, выстраивать засады цепочкой вставать. На хуй, блядь, уже выставляли заграждение не только из, уже и колючка как бы была в это время. 10 тысяч штрафа, пожалуйста, смотрите, что. Пятую, пятую мне до сих пор не дают, звезду погони. Вот, в других частях, по-моему, вот уже реально, кордоны из машин выстраивали, которые хуй объедешь, вот это все было. Или я что-то путаю, может. Вот по сьютах точно такое было. А что здесь? Что мы видим здесь? Пустынная улица. Ну как улица пустынная? Вот это вот... Сука, кольцевая дорога. По ней можно, блядь, втопить 300 км в час и оторваться моментально от этого. Горе преследователь. Вот он мне кричит сбавлять скорость. А, вот, смотрите, заграждение. Очень умело, очень умело поставили не заграждение. Смотрите, я должен, блядь, развернуться. А, бетонная даже, не хуйся. Ну вот я вам одно сломаю, я просто не понимаю, как я должен... А, и мне пятую звезду дали сразу за порчу государственных... Государственных деревянных заборов. Я просто, блядь, не понимаю, как я через бетонную хуйню должен прорываться там. Ничего это... Прыжок, может, появился в тачке. Я могу, если разгону уебаться, то, наверное, сомневаюсь, что перелечу. Ну вот, четыре звезды погоня, смотрите, что... Один, один единственный кордом за все это время я увидел. Мы увидели. Вот второй, смотрите. Можно ли через него прорваться? Вот, вроде как... Нет, вроде как, блядь, вообще это невозможно сделать. Видимо, мне надо было искать эти заборы, когда у меня было две звезды. Они тогда просто деревянные. Они замедляют... А, подожди, подожди, подожди. Полиция же отстает, отстает полиция. Давай. Поехали искать заграждение, чувак. А это все щиты? Слушайте, я должен, блядь, майора дать, мне кажется, в конце этого рабочего дня. Вот еще смотрим заграждение. Как оно выглядит? Это бетонное заграждение. Даже нихуя не понимаю, что они перекрыли. Коп сдул колеса. Коп сдул колеса и умер. Смотрите. Он проехал по шиповке, блядь, и стоит теперь. Больше не едет. Мне надо нового теперь найти, чтобы погоня продолжилась. Где они? Вот где они есть? Смотрите, 12 секунд, и погоня закончится. Кто-нибудь? Полиция. Где полиция, блядь? 6, 5, 4, пиздец. Все. Я не успел найти другого копа. Вон он, вон он, вон он, вон он он. Да, я успел найти другого копа, блядь, вообще. Я... Штирлиц был как никогда близок к провалу. Ну, смотрите, вот этот целенький, новенький, давайте попробуем от него оторваться, наверное. Потому что, ну, как видите, заграждение строго бетонное, я через такие прорваться все равно не могу. Давайте попробуем просто уйти от... Уйти от погони максимального левела, да? Посмотрим, сложно ли это сделать. О, блядь. Это было чертовски агрессивно с его стороны. Вот, наручники. Выворачиваем, естественно. Снова этот непроходимый барьер. Вот, я вам еще один впереди сверкает. Перекрыли, смотри-ка, перекрыли. Все, начинается отрыв. Здесь можно еще остановиться, как бы выключить двигло, и будет считаться, что вас не найдут. Ой, деревянный забор, я могу через него прорваться? Да, вот он. Вот этот забор, через который я могу прорваться. Вот, смотрите, первый. Через первый прорвался. Мне надо два таких. Где еще один найти? Там, блядь, бетонный. Все, пиздец, погоня кончилась. Задание не выполнено. Ой, блядь, я ебал. Вот это режим, да? Вот это вообще, вот, погони, блядь, это... Просто не слов, это просто... Сентенция, блядь. Вот, просто концентрат всего вот этого драйва, который вот в этой части, вот, знаете что? Блядь, сделать более неинтересные погони, как бы, с более тупыми ботами просто было, блядь, невозможно. И даже если бы я взял какой-то запорожец, ну, я еще раз говорю, да, что, можно сказать, ну, у тебя тачка топовая, поэтому ты уехал. Нет, от копов здесь отрываться надо не на скорости, а именно на поворотах, а поворачивают здесь абсолютно все тачки отлично. Потому что копы, они не умеют пользоваться ручником, вот так вот повернули и уехали. А это может абсолютно любая машина в этой игре. На драк она у вас, на дрифт настроена. Кстати, драк режим появился вроде как в этом обновлении, я его еще не видел, не знаю, насколько это весело. Но, вспоминая андерграунды, я помню, что драк режим это, блядь, самое простое и тупое говно, блядь, из всего, что было. Это где-то едешь, а надо вовремя, блядь, переключать скорости, короче, коробка передач, такой отстой. Вот очередная мега отстойная погоня. То есть, и вот объясните мне, при таких уебищных погонях нахуя вообще было создавать какой-то сюжет, а ты тут, знаете, пытаешься подмазаться к разным группировкам, и вот есть один легендарный, короче, чувак, который, типа, съебывается от копов всегда. И вот эту миссию вам дают, типа, чтобы вот вы авторитет в его глазах подняли, и рано или поздно он там вас к себе взял, там что-то такое, не знаю. Вот нахуя нужен сюжет с погонями, если погони такое говно? Я вообще не понимаю, это просто пиздец. Просто, блядь, это просто нелепое говнище. Вот серьезно. Я уже думал, до чего групповой дрифтинг говно, но погони в этой игре, блядь, они такие упоротые. То есть более неинтересного что-то придумать было просто, сука твою мать, невозможно. А нет, что ты обманул, все-таки именно вот эту BMW можно понастраивать в дрифт, не в дрифт. Но эта тачка, блядь, она начального уровня, у меня на ней, смотрите, вообще никаких апгрейдов нету. Поэтому вот сейчас попробую погони на ней, потому что найдутся, которые скажут, что да, блядь, на ламбочке любой, блядь, сможет уйти от погони. Хотя вот, ну, по-моему, видно здесь, что копы даже не пытаются вас задерживать. Единственная угроза, которую они, блядь, создают, это вот эти бетонные заграждения, да, что вы с разгону в них въебетесь, а они тут-то вас, они прижмут. Но больше не... Раньше была, помню, программа «Перехват» такая с Фоменко, блядь, там и то погони интереснее были, а там вообще до сих пор кажется, что там сфабриковано было все. Потому что, ну, в городе устраивать гонки какие-то, блядь, ну, что угроза для жизни населения, чушь какая. Хотя хуево, теперь знает, как оно там было. Ну, так вот там, да, даже там было интереснее. Ну, вот видите, да, тачка, вот она 330 еле жмет. Вот это вот BMW Аиды Мандобековой. Вот, цепляем опять полицию, смотрите, начинается ебанутая погоня. Вот он уже, блядь, отстает где-то, потому что, ну, черт, у этой машины даже тормоза дерьмовые. Вот, начинается дикая погоня, вот он начинает штраф, из-за того, что пытаетесь от них съебстись. Ну, напрямую, естественно, на этой машине вы от них не уйдете. Хотя нет, смотрите, он начинает, начинает отрываться, блядь, куда-то въебался, что-то куда-то, пиздец. Ой, блядь, да, полиция, пиздец, честь и совесть вашего города. У меня даже нитро нету, блядь, на этой тачке. Я ее вообще не прокачивал, ну, без нитро, конечно, в поворот будет трудно уйти. Нет, смотрите, он отстает, отстает, отстает. Сейчас, может, напрямую, где вообще ему ничего не угрожает, может, он найдет педаль газа, наконец-то и поедет. Раз, поворот. Три таких поворота, и коп отстает, как правило. А он после первого отвалился. Пиздец, полный пиздец, я ничего не могу. Это самые, блядь, скучные и неинтересные погони. Вот, смотрите, типа, если вас в погоне совсем заебало, вы так становитесь, нажимаете, выключаете мотор, типа, и вас никто не палит. Типа, мы за этой тачкой не гонялись только что. Видимо, в этом городе-то хера оттюнингованных, раскрашенных в этом стиле BMW, короче, и вот это вот явно не та, явно не наша. Выйти, подойти капот, потрогать, что он горячий, как бы, нахер, не судьба. Вот, ну, на этом, в общем-то, это, это, в общем-то, все, что я хотел показать и сказать по поводу нового Need for Speed. Да, я вам говорю, что с предзаказами, с покупками этой игры лучше не спешить. Особенно на ПК. Я вам скажу честно, положа руку, блядь, на, на, что там, сердце, на левое яичко, кладу руку, и, блядь, клянусь, что эта игра лагает даже на Sony PlayStation периодически. Периодически. Серьезно. Это, блядь, единственная, наверное, игра, которую на плойке лагать умудрился. А чё это вы мне звоните так спустя, блядь, пять часов, когда я тут просто катаюсь, они мне решили продолжить давать сюжетные квесты? Обалдеть. Или это он просто меня ободрить решил? Просто ободрил, да. Эти телефонные звонки, это, на самом деле, они настолько неинтересные, то есть они в основном либо куда-то вас зовут, либо лижут вашу жопу. Ничего интересного они не говорят. Да. Вот, лагает игра в основном, кстати, вот на, на групповом дрифте. На групповом дрифте сюжетном. Именно вот, когда по сюжету участвую в групповом дрифте, иногда бывают такие трассы, которые просто начинают лагать дичайше. Я и перезагрузка не помогает, ничего. Просто надо перетерпеть, чтобы она перелагала. Но, глядя на эту графику, можете уже, примерно, прикинуть, да, какая нужна будет видеокарта на ПК. Ну, хотя, можно, конечно, сказать, что да, они оптимизируют. Ну, блядь, я не знаю, если для плойки-то не очень-то, не все оптимизировали, что же там будет на компе. Ну, тут, блядь, дело не в лагах. Я не о том, что у вас комп не потянет, а о том, что сами гонки не очень интересны. Они красивы, да, если вы любите залипнуть в графику, чтобы у вас что-нибудь там мелькало перед глазами, да. Ну, все мы знаем, при каких обстоятельствах человек испытывает нужду в подобных, в подобных развлечениях. Вот, в общем-то, если вы любитель вот этого, тогда, да, можно купить. А я не знаю, там, вроде я слышал, что Денову поставят, да, поэтому в пиратку по игре. Если, блядь, я был уверен, что пиратка выйдет, как обычно, в день релиза, я бы вообще молчал. Но я думаю, что будет нормальная защита, как бы, и придется покупать. Вот, и, короче, ну, советую подумать дважды. По мне, так, эта гонка, она не очень интересна слишком. Возможно, посети, конечно, вот посети другой базар. Но, опять же, я вам о чем хочу сказать, что само управление в игре интересен только дрифт. Просто так ездить на максимальной скорости вам надоест, но довольно быстро, потому что это довольно скучно. Здесь улицы, в основном пустынные. Единственное, что зачастую трассы содержат такие повороты, что, как бы, на каких-нибудь развилках, что просто не очень понятно, куда ехать. И ты, как бы, вместо того, чтобы, там, повернуть, допустим, на съезд с вот этого, с вот этой объездной дороги, вы продолжаете там пидорить прямо просто, потому что стрелки в очередной прекрасный момент, которые указывают вам дорогу, они ужасно уродские, они очень просто погасли, что-то случилось, и вы просто не успели повернуть, поехали прямо. Очень красивый вид здесь с капота, с бампера, с капота не очень интересный вид такой, да. Сразу визуально машина, как бы, медленно начинает ехать. Дико красивый асфальт, вот этот, с зеркальной водой. Ну, я об этом уже говорил, да, почему тут постоянно везде вода и дождь, потому что красиво можно сделать только мокрый асфальт. Серый асфальт, он будет просто серый. Были, помните, в первых андерграундах тоже всякие отражения на асфальте, вот, только из-за этого там графика считалась крутой, поэтому решили повторить успех, сделали снова мокрые дороги. Здесь еще есть один очень интересный вид, вот, мало что, кажется, изменилось, да, но когда вы начинаете дрифтовать, вот, это та самая камера, которую показывали в трейлер, как-то сказать, не в трейлерах, а на Е5, короче, что машина поворачивает, камера ложится на дорогу, и нихуя не видно, куда ты едешь. Вообще угарно, конечно, красиво, но, как я и говорил, ездить с таким видом довольно сложно, особенно на топовых тачках, которые гоняют там по 350 км в час. Вы начинаете куда-то дрифтовать, камера вам начинает показывать дикий экшен, и вы просто не видите, едет там кто-то впереди или нет. Видите, что происходит? Вот, то есть, а на суперскоростях это просто утрировано, блядь, там просто вообще невероятное что-то происходит. Вот, но по-прежнему обломано, что нет вида из-за руля. Ну и в общем и целом, короче, это просто такая красивая игрушка с новым уровнем графики для гонок, все красиво, все эффектно, но, блядь, не очень интересно. Сюжет короткий, сюжет очень простой, то есть на прохождение игра очень простая, если вы не любитель игры по сети, вообще покупать незачем, да? То есть, а по сетке насколько интересно гонять? Я не знаю, потому что подписка на PlayStation 4000 в год, да, по-моему, лишних, блядь, я лучше, блядь, на игру себе куплю еще одну, чем буду какие-то там подписки у PlayStation покупать. То есть вообще, на мой взгляд, довольно странная политика, то есть ты покупаешь PlayStation, блядь, который у нас стоит теперь 33 косаря примерно, игру за 4, да, потому что новинка стоит 4 косаря. И еще будь любезен подписку, блядь, купишься по сети играть, ну пиздец. Не, когда-нибудь я, может, и куплю, но точно не сейчас, потому что, ну, в NFS, понимаете, здесь вот опять же гонять по сетке, почему будет не очень интересно, потому что машин очень мало. Все будут ездить на одном и том же, то есть все будут ездить на Вентадорах, блядь, допустим, в гонках, на дрифтах на каком-нибудь Феррари или Поршне, блядь, да, то есть, ну, это будет гонка одинаковых машин. Если бы они пошли, там, не знаю, как-то по политике разнообразия, да, чтобы машины, пусть они хоть не отличаются от ТТХ друг от друга, да, максималками, разгонами, пусть они хотя бы внешне будут разные. Да, здесь есть тюнинг, то есть можно сделать тачки, что они будут непохожими друг на друга, но это все равно будет одна и та же машина у всех. Как бы смысл-то в чем будет? Вот, так что, смотрите сами, вот, я свое мнение, мое мнение, что, как бы, если у вас деньги не лишние, то Need for Speed, блядь, 2015 явно не та игра, на которую стоит бежать и тратить, как бы. Вот, на этом, в общем-то, все. Что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. Если что-нибудь интересное в игру введут, а выводят они очень долго. То есть я про это еще чем-нибудь сниму. Ну, а пока все, так что, надеюсь, надеюсь, все, все поняли, надеюсь, всем понравилось. Все-таки 60 фпс лишний раз поглядеть, а? Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, там все такое.